то что вам сейчас покажу вас подвергнет шок как и меня я нахожусь сейчас городской инфекционной больницы я очень надеюсь что кстати мобильная связь лайфовская здесь лучше кто узнает город черкассы инфекционная больница за пределами того забора не знаю в принципе я увидел это сейчас ну да сейчас мы узнаем ваш ситуацию больницы но вы уже сами видите да я в шоке я просто в шоке он там форме люди все дела зато заходишь на территорию гуляешь себе как хочешь стать и бокс не закрыл как вам да смотрите все открыто на хрен что за бардак у нас в стране борделя не бардак понимаете самый натуральный по территории идет в грязной одежде по территории посмотрите по территории идет он не должен ходить по территории через рамку окей хорошо из рамку толку уже по территории прошелся я сейчас захожу все потрогаю здесь и все шо за бред а я тоже шоке девчата скажите будь ласка у вас надбавки булы надбавки булы 300 ведь сотки чему части по вчера степанов а че сказал в том что отбавки были я пытаюсь узнать я с медицинского профсоюза были ли деньги либо нет 300 процентов вам заплатили скажите где него врача найти вот так вот я понял вы обратили внимание одна женщина открытая без ничего в обычной одежде вторая вышла с бокса и они там вместе с друг другом пересеклись какая-то ересь для меня это все ересь честное слово ересь то что открыто вон открытие ворота не нацгвардии нет никого гуляй себе что хочешь то и делай вот как полтаве было так и черкассах я не понимаю что происходит черкаська низко инфекции на лекаре чисто зона так так и никого так вон еду смотрите разносят на улице еду дают и заносит в бокс и бокс и открытые какого-то ой мать моя женщина кибут ласка я поняту головного ликаря вы главный врач вы знаете да меня слышали не слышали место антон гура езжу по всем больницам украины смотрю по защите выясняю по медикам у меня здесь был вопрос первый медики сами звонили жаловались ваша инфекционка открыта так оказалось честно открыто вторая в украине все больницы закрыт заходишь себе ходишь себе гуляешь конечно я зашел только что гулял этого нельзя по протоколу не это по основе кабинет запрещено вы должны были организовать как минимум охрану чтобы не впустить туда спросить кто я и тогда я бы должен был дождаться был бы там знаете да нарушение первое второе нарушение том что я могу в бокс и палаты зайти тоже никто меня не здесь ничего то есть я только что прошелся дверь раз дверь открывается могу себе спокойно зайти а понимаете есть разные больные люди вот об этом и третий момент мне бы хотелось бы узнать и всей украине всему миру по поводу средств называемой защиты вашей больницы насколько она есть у вас есть ли чтобы мы возможно показали если вам нечего скрывать если есть что скрывать рассказали бы там что я не буду вам ничего показывать это засниму и пойду нет если вы посмотрите мои все видео нет нет если постême первый день почему не получится и времени на это не что сделал вообще пусть знаю знаете сколько людей главврачей меня знают начальников департаментов мэра в город kendall все сказали в одно что отличным молодец это кому кислин это первое второе а течки необходимо Я могу сказать, что средств индивидуальной защиты у нас достаточно. Каким образом вам это нужно показать в виде тех накладных, какие есть? Нет, просто это на склад я захожу, снимаю все и ухожу. Ну, склад у нас находится как раз на втором этаже, куда вы не можете подняться, потому что там находят все скопления резервной одежды. И это уже чистая, конечно, зона. Это может быть даже та дверь, через которую вы зашли. Но, тем не менее, у нас там, кроме сотрудников, туда никто не заходит. Я вам могу взять ваш телефон. Если вы разрешите снять на ваш телефон, зайти в видео и принести вам, это я могу. Ну, то есть сейчас я вам даю, вы идете записываете спокойно. Я могу записать, конечно. Без проблем. Я вам даю. И могу сотрудников показать, какие работают, которые средства защиты. Не надо, потому что, не дай бог, знаете, у нас люди сумасшедшие, потом найдут, еще будут бить за то, что скрипят. У нас не надо. Мне надо, главное, защита. Это не видно в средствах защиты. Поэтому, пожалуйста, идемте. Я сейчас вызаду телефон. Конечно. С вами тут остановимся. Пожалуйста. Я вам сейчас запишу, что есть у нас на складе. Мне надо, мне надо, у меня запись тут идет. Мне надо, чтобы средства защиты показали. Извините, пожалуйста, мой телефон. Амелия Степановна есть? Нет, Анталия? Нет. 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 Ключ нужен от склада. Можете у Валентины Анатольевны спросить ключ от склада? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 вот одна петля сломанная нет петли вот одна петля сломанная видите вот она сломанная петля так вы штепили недавно за бондаренко я не топил я его поддерживал в том плане что открытие рынков и по и помощи малому бизнесу это круто это молодец но я теперь ага червона зона въезд медичного транспорта то есть красная зона есть а ворот а вот вторая петля петли здесь нет вот видите получается 1 петля 2 петля все а ворот нет вот получается мы сюда заходим если человек захочет ну не дай бог сбежать отсюда его никто не остановит видите да инфекционная больница больные с к видом не знаю низко видом есть в этой больнице потому что черкащина черкащина да я расстроен черкась черкаська миска эффективный к я очень расстроен я вам честно скажу и не ожидал такого что здесь будет напротив дома и все-все открыто нет ворота на металлом на самом деле не сдавали это просто все свое время до к вида инфекционные больницы были знаете как на украинском языке в за неподе то есть они нормально не финансировались вообще инфекционки у нас самые самые страшные были после туберкулезного диспансера сожалению и только благодаря к виду инфекционки стали возрождаться и на самом деле очень много инфекционных отделений стали хорошими вот вам пример кировограда яркий пример александровской больницы я ее страшно не люблю мне не нравится главврач то которая подлизывает промежности я буду это говорить как есть ссоре извините ста говорю как есть кличко и столяру вадиму это человек их поэтому там все хорошо в александровской больнице и в инфекционке рача мост предупреждающий популизм на шкуре чистой воды знаете юль вот серьезно говорю не ожидал по поводу инфекционки я ожидал все что угодно первая больница знаю страшная знаю что есть проблемы в пологовом будинке номер один есть проблемы но вот это либо денег не дали либо украли либо просто нечеловеческое отношение за 21000 а что я могу спрашивать у кого главврача который меня называет провокатором там же видите эти медперсонал сказал что ничего не получил кстати в начале эфира медперсонал сказал что они ничего не получили странно что сашу потом поверил патические игры я не то что поверил я привык с людьми говорить открыто как она есть и так кстати я вам что еще обещал рассказать по поводу господина синегуба синегуб это тот господин который вчера повел себя сильно по-хамски при министре он пытался наш перебить разговор со степановым и вел себя откровенно дерзко он себя вел дерзко в мир городе кстати он же обещал со мной поговорить и как пацан сбежал со своей сворой улетел в полтаву так же самое и вчера было как пацан себя повел я был в одессе инфекционки там сайте закрытая по нас гвардии так вот господин синегуб у нас ставленник господина авакова это мне уже птичка донесла говорят о том что он курирует эту область от авакова так получается у нас кураторы дальше остались да то есть у нас получается президент все-таки аваков они зеленский ну как собственно все говорят зеленский у нас получается просто подписывает документы а аваков назначает своих людей так вот почему себя синегуб ведет так дерзко потому что он ставленник господина авакова авакова вы знаете сами кто у нас он у нас официальный министр мвд неофициально скорее всего он президент украины и просто неофициально который диктует условия господину зеленскому что зеленскому делать куда идти ну по крайней мере я так думаю это мое лично субъективное мнение но думаю что у многих у вас теперь это мнение будет также что у нас к сожалению стране правят олигархи в том числе и министр мвд у нас тоже стал уже олигархом богатым человеком много чего может и собственно назначать синегуба и вот синегуб входит в знаете как я это называю организованная преступная группировка о пг только в кавычках потому что это считается чиновники с местной властью начальником департамента охраны дороги саком которого курируют по чуть попозже я фамилии озвучу эти в избу кто курирует лысака и почему лысак до сих пор не сидит в тюрьме за все свои вот эти злодеяния которую он делал так вот вчера я показал всему миру всей украине о том что степанов его просто обвели вокруг пальца либо он об этом знал не знаю по 21000 гривен выплата мне сейчас в личку сыпятся расчетки сегодня их снова опубликую даб и продолжение полтавской темы какие зарплаты получили полтавчане работая с к видом там выше 6000 гривен я не видел 21000 но знаете как если у нас министр мвд президент поэтому ему начать на нас потому что это полицай я называю полицая но не человеком полицай и его полицейские они точно такие же есть полицейские настоящие из полица и тут у нас есть аваковские полица и полицейские не знаю чем больше по этой стране я езжу тем больше у меня складывается впечатление что у нас власти нет у нас беззаконие и что что нам ждать дальше я не знаю как сегодня один человек написал пока не посадят одного начальника департамента другие не задумываются и говорит ты очень хорошо говорит показываешь правосака но его посадить очень будет сложно знаете наверное не сильно так сложно как вы думаете документ это я собираю по чуть-чуть всякую информацию на него копаю тоже собираю на есть и когда-нибудь он пристанет перед судом я очень надеюсь что будущий президент я буду очень хорошо знать и тогда мы вместе поборем эту коррупцию поверьте это я вам точно обещаю потому что я же знаю теперь каждую я знаю теперь каждого директора департамента кто ворует наши с вами деньги вот и все вы спасибо вам за то что вы смотрите меня спасибо вам за то что вы комментируете спасибо вас за ваши репосты потому что чем больше ваших репостов тем больше будет людей знать о этой правде телевизор вернемся теперь к телевизору к телеканалу а вот сейчас по телеку пока пишут что вознаграждение дадут антон тебя сейчас по телеку показывают показывают по интересно какому каналу скажите пишут что вознаждения кто мне даст вознаграждение дайте мне этого олигарха олигарх купи мне автомобиль новая не могу на этом уже ездить мой мифический спонсор купите мне porsche cayenne и дайте мне этот сзади бензовоз ездить потому что это я не могу на гольфе ездить уже бампера он лопаются ладно шутки шутками я очень надеюсь что в ближайшее время я продолжу показывать вам ту правду которую есть и рассказывать те моменты которые есть фраза дубинского да к сожалению дубинский когда-то говорил правду когда-то говорю план правду пока ему не стали платить хорошие деньги и он стал говорить не правду поэтому но я вам обещаю говорить только правду и ничего кроме потому что выявить ложь сейчас очень легко вот так вот все инфекционка закончена черкассы законченные я были я расстроен я реально расстроен и мне теперь интересно что покажут местные телеканалы что напишут местные сми интернет издания черкащины насколько они меня выставят провокатором либо человеком с головой самое важное поэтому я хочу об этом узнать напишите мне сбросьте мне ссылочку обязательно какой же я провокатор а вам госпожа главный врач директор я не знаю врач по моему вы еще здесь главное вы не накидываетесь на людей я же приехал в принципе с благими намериями они пытаться вас тыкать носом и если я вам говорю о протоколе то соблюдайте протокол потому что вы лицо инфекционки городе черкасс